Ребята, всем огромный привет. Ну что, я сегодня снимаю багаж. Кто здесь с Наташей Шик? Наташа, у нас такие вот эти штуки, это для того, чтобы звук гасить, а это такое ощущение, что мы как-то... На фоне грязной тряпки. Да, на фото, кумбах. На самом деле, это студия, здесь куча источников света, помощницы Наташи. Водитель отдела контента СММ, ее заместитель. Я самыми топами. У тебя целая команда, ты сама не ездишь, да? В общем, на самом деле, если мы зайдем в какую-то неправильную тему, то они сразу вот так вот подают знаки, что лишнего не болтать. Поэтому мне придется быть очень хитрой, чтобы узнать какую-нибудь информацию. Но надеюсь, что-нибудь мы с вами все-таки узнаем сегодня, кроме того, что известно в возопрещенной сети. Посмотрите, сколько тут косметики. Ну ощущение, что ты реально практикующий визажист, а ты привозишь просто на съемки все это. Да, обалдеть. А вот все новое. У меня, знаешь, такая история, если я что-то шик использую, я потом эту модель отдаю. Ну, чтобы вот это вот с тушью не возиться, знаешь. Ой, тенненькие какие-то. Да, обалдеть. Слушай, это Armani Style. Завтра мы сделаем, да? Да. Это правда Armani Style. Делать будем твой топовый мейк. Да. А еще я сразу всем своим моделям всегда подарки дарю. Спасибо огромное. Ну-ка, давайте заглянем. А там случайно не будет вот такого цвета? Слушай, ну это новое. Я просто тебя кину и все. Все, завтра, послезавтрашнего макияжа. Хорошо. Мы на самом деле будем снимать два макияжа на мой канал и на этом канал Наташи в рубрику «Откровенный макияж». И там буду рассказывать я, да, какие-нибудь истории, но надеюсь, все обойдется без трешечка. И я, в общем, Наташу попросила струмные вопросы не задавать. Смотря, как ты сегодня себя вести будешь. Я только подумала. На самом деле, Наташа мастер неудобных вопросов, она мне сейчас спросила, своя ли у меня грудь и так далее. Вот знаешь, в твоих обзорах очень часто про мицеллярную говорят, что это типа а-ля божья водичка, ее смывать нельзя, любую мицеллярную нужно смывать. А если написано, что не надо смывать, это в раке. Давай не будем говорить в раке, просто они типа не знают. А мицеллярную воду можно просто даже водичкой смыть. Если просто напишут на упаковке с мицеллярной водой, что они не требуют смывания. Это неправда. То есть это маркетинговый код. Да. Лучше смыть, потому что это мыльный раствор. Да, это павэ. Но это не мыльный раствор, это павэ. Ну, в общем, кто не знает, Наташа свой бренд косметики, который называется Шик. И она вплотную занимается производством, да, общается с технологами. Поэтому она, в общем, в теме всех этих историй. И сегодня нам поведают какую-то информацию, которая, возможно, была не на поверхности. Почему вас вилажисты трогают и почему им это очень важно? Потому что нужно посмотреть уровень состояния кожи. Вот у тебя идеальная кожа в плане напитанности, увлажненности, у тебя нет шелушений. Поэтому я вообще спокойно, без там салфеток всяких, я тебя... Ну, у меня, видишь, высыпания появились? Молодость, юность. А, она скажет, прошла. Я вообще всегда говорю, она прекрасно выглядит. И это вообще не лезь, потому что я сильно сижу сейчас за фигурой, мне это важно. И я прям считаю геройство, если женщина прекрасно выглядит. Но ты в своем ютубе крупнее. Вот я вам скажу, что у Алены сильно меньше. У тебя такие ножки точеные. А в ютубе это, ну, как бы, ты что показываешь? Мы говорили про кофе, что с молоком его не очень пить этот целлюлит дает их щи. Я так считаю. Но, как видите, некоторое такое место. Да, я протираю мицеллярную воду, снимаю тонером. Можно водой, можно тонером. И тонером можно наносить и ватным диском, и просто пальчиками. И еще, знаешь, многие коллеги твои, такая же рубрика уже есть, ругают визажисты, что они руками. Во-первых, мы очистили руки. Во-вторых, вот это тепло рук и вот это вот ощущение, оно, его сложно кистью передать, заменить. Но ты не можешь полезть к человеку, если ты с ним заранее не поговорил. Вот когда ко мне клиенты приходили, я очень часто там сначала кофейковым угощала, очень часто шампанским. Ну, ты вот пришла, ты же почувствовала. Я пояла малинку. Да. И мне нужно всегда с новым гвоздем завоевать его, в контакт войти. И поэтому я... Только потом ручки на грудь складываются. Да, да. На самом деле, да. Кремовый продукт, уходовый продукт, конечно, лучше наносить мальчиками. Адапайков, я пришла в профессию, всем же интересно. На самом деле, я пришла в профессию, когда мне было 28 лет, я вообще не красилась. Я не умела. У меня даже гигиена нет, ну, то есть, женской гигиены ухода за собой. Вот, я мыла, 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 мыла. Да, я не понимала. Вот у меня мама это не привила. И это, кстати, очень такая, ну, история девочек, нужно учить, ухаживать за собой. Ну, скорее всего, у тебя мама сама этим не занималась. Да. Просто, скорее всего, даже если ей мама заниматься, но не учить, просто дочка автоматически... Да. У меня такого не было. Я умывалась мылом. У меня была тушь Avon, ой, тушь Maybelline, и помада красная Avon просто куда-то на выход, и тени пупа такие блестящие я вот так вот делала. То есть, там, о бровях, ни о чём не не подозревала даже, что это интересно, что это нужно. Сейчас я попробую, посмотри, какого цвета. Надеюсь, он будет прекрасно. Начало занято. А может быть, ты волнуешься? Может, может. В общем, представляешь, я работала в УЗЕ преподавателем, и мне одна преподавательница говорит, Наташа, у тебя такой не очень ровный тон лица, и вот, да, где? Горевая душа. Да. Что вообще тебе, женщина, надо? Давай причешем Борю, потому что мы в кадр же долго будем снимать. Давай, а я уже позавчера взламинировала в салоне. Ну, снимала обзор, но он был дико скучный, я его не буду выкладывать. Но теперь у меня чуть-чуть новые брови. В общем, и она... Она тебе сказала радость. Да, она мне говорит, ну, типа, Наташа, вам, наверное, нужно пудру купить, закрыть вот эти ваши неровности. А у меня были, знаешь, такие беленькие штучки, я почему-то забываю, как они называются. Ну, комедончики такие. Она такая была, ну, повзрослее меня такая, ну, красивая. Абьюзерша. И она мне говорит, давай я тебе продам пудру. Ну, она мне принесла пудру Морикей. Ну, кошечка. Нет, ну, это получается она тебе через... Это так, да. Подкосить уверенность в себе, чтобы втюрить свой продукт в Дашкашу. Ну, на самом деле она молодец, что это сделала, потому что я бы даже и не подозревала, что у меня что-то не так. И я очень долго хотела, праймер наношу, очень долго хотела что-то вообще понять в этом деле. Почему? Чего ты ржешь? Что ты красненькая? Да, да, по-моему, это так. Правда, почему ты красненькая? А тебе щипет, нет? Ну, у меня ку-жатски чувствительная, что я на все, на эти поводы просто маюсь, она краснее даже просто от влажности. Ну, просто смешно, прости. Слушай, ну, правда красненькая. Не, ну, у Насти тебе этим же продуктом работала, у тебя из продукта. Ну, вроде я и для этого не краса, а можешь отправлять за то, что жарко? И без жарко, а я кофе особо это. Я, в общем, бегала за женщиной-морякой потом. За ней что-ли? Ну, нет, я, у меня не хотела, потому что мне казалось, ну, как бы неправильная начальная история. И я, на самом деле, нашла консультанта, она там лидер была, и подписалась, представляешь? И они меня так втянули в эту историю, мне было прикольно. Все собрания, они мне рассказывали, как уходы, как заниматься собой, как вот это вот все, умываться, вот эти 85 ступеней очищения. И я так втянулась в это искусство. Мэри Кей, то есть себя завербовали. Да, я ходила на все собрания, в общем, туда. Через какое-то время я просто стала лидером. Но когда я стала лидером, и начались вот эти вот штуки по обучению, там, как продавать, мне так скучно стало. Я думала, что это потому, что все любят, а нет, это техники специальные. И меня вот этому там начали пытаться учить. С момента, как я стала лидером, и вот это все произошло, я прям очень быстро оттуда убежала. Вот этот праймер, я его сделала, и очень угоржусь. Это российская разработка, и это очень круто. Он такой сияющий, увлажняющий, но при этом очень хорошо держит макияж. Но этот тон, который там все уже любят, я даже, он не нуждается в похвале. Но на самом деле, если вот кожа жирная и комбинирована, он прям вообще топчик. Я ушла оттуда, потому что мне просто очень хотелось просто красить женщину. Ты поняла, что тебе это нравится. Очень нравится. Я такого удовольствия не получала никогда. То есть это... О, господи, я так упрекнусь. Это как будто пять зарплат. То есть сначала... Просто это процессы макияжа? Да, я вот делаю, и я вижу, как это красиво. Я вот это творческое наслаждение. Потом я получаю зарплату, ну, как от клиента оплачивает. И это уже такая награда, ну, тоже, да. Потом она там где-нибудь выставляет в социальных сетях или просто тебя благодарит. Это вау. А еще одна волна. Еще одна волна. Потом она приходит или посылает своих подруг. Это другая волна. Это такое удовольствие невероятное. Многоуровневое. И вот я вообще считаю, что наша профессия, она такая лучшая на земле. И вот кто еще думает, сомневается, быть визажистом, я очень советую, потому что удовольствие невероятное. У меня вообще была такая, знаешь, изначальная миссия, когда я начала ездить с мастер-классами, YouTube свой развивала, чтобы нашу профессию начали уважать. Потому что я когда начинала, я работала в ВУЗе, преподавателем, я психологию преподавала. Было такое вот ощущение, что, ну, куда ты идешь? Ты здесь в пиджаке, уважаемая. Вот ты сейчас придешь и стали лучшим визажистом, это обслуживающий персонал. И мне так это было больно, на самом деле, когда так говорили. У меня прям до сих пор сейчас какие-то вот, ну, такие внутренние эмоции, какое-то напряжение даже от этих слов. А это действительно так было. Ты с этим не согласна? Я с этим не согласна. Мы, дамы и господа, служим дамам и господам. Я каждый день как бы пыталась доказать обществу, что мы тоже люди. У меня был партнер-фотограф. А раньше не пробьешься, если у тебя нет фотографа. Потому что телефонов не было, таких, как сейчас. Фотографировать твою работу мог только фотограф. И, в принципе, ты зависела только от коллеги, с которыми ты работаешь. То есть, если у тебя, ну, классный партнер, классный фотограф, успешный, с красивым пониманием, вкусом, то ты в топе. И если нет, то ты не можешь себя продать, продвинуть и так далее. То есть, у меня было портфолио, которое я могла бы выкладывать. То есть, ты прям предмет на макияжи обучаться не ходила? Вообще я. Потому что я просто продолжила красить и давала рекламу. В том числе ты делаешь макияж. Да, ну, реклама такая, знаешь, я просто делала макияж. Сарафан-арадио? Да, сарафан-арадио. Но у меня было по 20 клиентов в день. Я была очень успешной. Я, на самом деле, очень стала много работать с невестами. И нужно было где-то их принимать. Я вообще просто иногда приезжала, типа, приехала к невесте, а там уже все пьяные. Или она кормит одного ребенка грудью. А второй мужа. А второй мужа. Я однажды приехала, а там такой был грязный пол, а я такая, ну, чистюля, брезгливая. А там селедка валяется, кошки-то-то все разнесли. Да, да, на полу такая, ну, такая просто грязь. Она мне говорит, разуваетесь. А я такой бежный человек, то есть, ну, я, это же клиент, я не могу. Я, короче, разуваюсь и ездить. Я же просто думала, как бы так встать, чтобы не встать на что-нибудь. Или прям как-то красила невесту, которая была просто в матушку пьяной. Я на самом деле отказалась потом ездить по домам, только либо в отеле. Видела, что студия открывается рядом с моим домом. Пришла к нему и говорю, вот у меня вот такое количество клиентов. Показала запись свою. И говорю, мне нужна ваша студия для того, чтобы я их могла принимать. И меня, мне дали за 30%, по-моему, я принимала только своих клиентов. Студия была новая, я туда привела огромное количество клиентов. Я не делала то, что обычно делают, вот эти бананы. У меня своя техника. Я же нигде не обучалась, я просто делала женщину красивую. Я не знала, как надо, и слава богу. Я не делала вот эти модные бананы конкурсные, там, бананы, как называется. Бананы? Это что-то, да, да, что-то там какие-то. Я это ничего не делала, я делала что-то свое, и это было что-то свежее и новое, модное, и все пытались ко мне попасть. Кремовый скульптор? Да, шик. 0,1, да. На самом деле на руке вот такие кремовые скульпторы лучше, ну, как бы, лучше работают. Они, наверное, они подтаяют, лучше работают. И вот даже, вот, не знаешь, хочется немножко все равно на руке вот это сшивать, и чтобы уже сделать. Ну, и, конечно, коррекцию я люблю делать такую восходящую. Вот прям ставьте цветовое пятно сначала под самым пиком скулы, вот прям на самой верхней точке. А потом растушевываете к козелку вот сюда вверх, и в сторону губы, в сторону уголковую. И тогда получается такая, ну, достаточно современная, красивая, модная коррекция. Знаешь, как? Коррекция с Настей похожа, да? Ну, мы же с одного города. Все жаль, что ты тоже подбородок. Ну, потому что я не буду говорить, почему я это делаю. Давай, шоки там, что, начинай. Не буду. Не отказывайся. Ну, что, я считаю, что, ну, как бы клиенту не стоит это знать, почему я это делаю. Почему? Ну, потому что, блин, она меня обмуждает. Нет, почему? Ну, боишься секретиками? Нет, я не боюсь, я не хочу тебя обидеть. Мне очень неприятно. Просто, да, крупнее подбородок, чем, ну, как бы, по золотому сечению. Его чуть-чуть надо сузить. Нормашки рисуют. Особенно, когда мы вот сузили вот это место, то подбородок сразу стал больше. Когда нет макияжа, да, все гармонично. А сейчас я просто раз и собрала вот это вот. А нет такого ощущения, что я вот себя пыталась скорректировать, и у меня впечатление, что немного как будто появляется в марине, ну, как будто акцентируем в артинке. Ну, мы еще здесь вот такой высветлим чуть-чуть. И будет хорошо. То есть мы когда уже форму ГО будем делать, мы вот это вот будем усталять пудрами. То есть ты вот тут вот, вот кисточка вокруг. Вот так чуть-чуть. Убираю. Мне нельзя вот это убрать, потому что нам вот эту ось нужно сделать, да. Я вот этим вот так чуть-чуть убираю. И заходишь нам под два наше. Обязательно, смотрите. Вот эту тушевку, если вы здесь делаете, вы уходите. Вот если вы видите, вот здесь на переднем плане потом такие красивые впадины. Это делает шею такой изящной. И эти впадины обязательно нужно слегка повторить. Да, я прям хочу вот для фото сделать такой бейкинг. Прям я очень люблю эту пудру. Это пудра Fenty. Я покупаю маленькие вот такие штучки. Это маленький размер. Вот смотрите, бейкинг наносим обязательно на влажное лицо. Вот то есть мы все вот это вот коррекцию все сделали. И только тогда мы наносим. Любая светлая пудра подойдет. Я сейчас покажу. Идеальная вот эта Шанель. А, 20 тоже оттенок. Очень. А у глаз просто потрясная. Но это тоже вот, видишь, мы маленькие. А есть ли обычная светлая пудра? Нет. Она так не будет работать. Потому что если ты сделаешь прозрачную пудру, у нее нет пигмента. И нет вот этого плотного эффекта. Она просто заблюрит, но может за счет светоотражения дать вот эти белесые полосы. А здесь она матовость даст. Сначала нанести. И вот прям от козелка до кончиков буха. И вот такой вот эффект. Зарубежные визажисты оставляют так, но я сразу в эту шоку. Чтобы она впиталась, да? Да. Я вот все-таки клиентский всегда визажист была, поэтому я вот такие вещи убираю. Прям такой вот появился рельеф. Сейчас жестко, но сейчас немножко она растает. Мы еще будем пудру наносить, скульптурирование делать. И вот этой границы не будет. И ты прям контур делаешь почти до губы, да? Сейчас я тебе покажу еще аурглаз, и мне кажется, она даже лучше тебе будет. Тоже я вот прям беру так вот мощно. Да, вот это, кстати, вообще тебя отлично. Я уже не жила со своим мужем. Первым? Нет, это у меня был второй. Я просто очень рано вышла замуж. А потом третьим? Да. Ну, я в 19 лет вышла замуж, он у меня оказался алкоголиком. Это не ядцем. Ну, как бы, не знаю, там, он просто пил, а это же работа. У меня не было денег, у родителей никогда не было денег. У него тоже не было денег. Но я училась и получала такую стипендию, что на нее, в принципе, можно было жить. Но он у меня воровал деньги и пропивал их. И я что, получается... Как ты его выбрала? Не знаю. По какому параметру. Ну, он, короче, не пил, когда мы проведем. Ну, реально. Это человеком сделал. А как это возможно, если он до этого не пил? Мы с разным годом встречались очень редко. Он иногда там пропадал, и я думала, что в работе... Ну, то есть он пил, ты просто не знала. Он у меня воровал деньги, и я их в стельку сапог прятала, чтобы вообще в институт ездить. И я, на самом деле, ну, красным дипломом закончила. Со вторым мужем она прожила 10 лет, но тоже как-то не сложилось, знаешь. Он был классный, он до сих пор классный. И у меня прекрасный сын от него. Он просто не хотел, ну, новой жизни. Ему все устраивало. У меня нет. Я такая, знаешь, очень хотела чего-то больше. Я уже с ним, ну, не жила и познакомилась с третьим мужем. И он мне говорит, ты должна переехать в Новосибирск. Он мне говорит, что ты уходишь из вуза, переезжаешь в Новосибирск, бросаешь свой салон. У тебя в Новосибирске больше получится. Ты более масштабная личность, чем в Новокузнецк. Давай вот сюда. А я уже часто стала ездить. Мастер-голосами, знаешь. Кстати, хайлайтер лучше всего вот так вот наносить, вот так вот кисточкой, чтобы именно только на самый пик он нанесся. То есть когда вы вот так вот делаете, вы как-то вот на все это пространство наносите хайлайтер. А когда вот так вот в воздухе, видишь, он наносится только на самые выпуклые части. Почему его так мало? Ну, это тени хайлайтера. А, тени хайлайтера. Кстати, у меня весь инстаграм, это весь, и мои мастер-классы, и все это, все мне дал Ютуб. Но я не справилась с хейтом. А все за хейтом? У меня когда канал перешел в хламленные просмотры, а я, знаешь, не умела снимать, и вот так вот. Могла там что-то кропотливо красить, и вот просто своей головой там... Что-то перекрыть. Да. И тебе? И мне там говорили, там, бери свою бошку. Ты прям там много помнишь? Много этого говорили? Я это помню, потому что вспомнила. Это было очень много, и тогда это было потому, что люди там как-то выражали свою агрессию. У меня было этого очень много, потому что у меня такой образовательный канал был один из немногих. То есть они под сомнение ставили твой авторитет? Я тогда не понимала, что это просто люди, что это такая просто хейт-история, что это просто надо к этому нормально... Вообще не читать комментарии мне надо было тогда. И я решила уйти, на самом деле, из Ютуба. Я об этом сильно жалею. Я уже получила серебряную кнопку. Смотри, я спросила вот так. Считаешь ли ты нормальным? Открытую критику от одного визажиста к другому в комментариях? Ну, где достаточно жестко он пишет, что все неправильно, там, через одно место, и надо по-другому, и тут куча ошибок. И когда это достаточно открыто, откровенно, но агрессивно. Вот смотри, коллеги коллегам писать этого не будут в личку, открыто. Если нужно, то успешный коллега другому коллеге просто это лично скажет, либо напишет в личку. Да, вопрос инициирован, потому что у Наташа есть своя рубрика, где она с визажистами... Ну, визажисты красят ее. И иногда в комментариях приходят другие визажисты, любители или профессионалы, и начинают просто разносить. Других моих коллег, которые у меня были. Я считаю, что это абсолютно неэтично, за счет другого мастера, который добился успехов, как-то реализовываться и как-то возвышаться. Мне кажется, если хочется что-то сказать, нужно сказать в личку. И мы творческие люди, нам очень вот это вот... Уязвимо. Уязвимо, да. Но я уже не визажист, поэтому мне как-то стало на работу... Парабанчик. Парабанчик, на самом деле. Скажу почему, потому что, ну, я реально могу ответить, что я активно не крашу уже три года. И я за это время за макияж не взяла ни копейки. Поэтому мне не стыдно делать какие-то, ну, ложовые ошибки, да. Потому что я на этом не зарабатываю. Мне нельзя там упрекнуть, что я там великий визажист, я так себя не называю. Ну, я умею красить. Ну, как бы... Как могу, так и крашу. Как могу, так и крашу. Как хочу, так и крашу. Я сегодня разрабатываю косметику, я этим горжусь. Я горжусь тем, что я реально делаю классно. Ой, как красиво, смотрите, вот из-за того, что бровки ламинирования, они вот как-то красиво ложатся. Я тебе немножко их опущу, потому что, ну, сильно такой взъерошенный взгляд. Странно. Кистей не было тогда. И нужно было очень срочно найти, где купить кисти, потому что кризис был с 13 на 14 или с 14 на 15, я уже, если честно, не помню. Те кисти, которые я закупала, они там как-то не смогли до меня дойти. И мне нужно было срочно искать. Это был январь. Это была такая прям, знаешь, ну, торшовая история, когда сейчас придут после Нового года ко мне студенты, а мне просто нечего им... То есть им просто нечем красить. Потому что купить, правда, ну, было сложно тогда. То есть ты начинала с кисточек? Да. И я еду, такая, еду в машине, в такси, по-моему, еще даже тогда, и просто не понимаю, что делать. Знаешь, вот в Вселенную отправляю мысль, где взять кисти. А у нас был завод Валерий Дэв Новосибирский, он есть. Но они такие тогда делали плохие. У них плохая репутация была. То есть эти кисти были, ну, такое себе. Лезли? Лезли, обрезанные были формы, ну, какие-то такие странные. Какими-то кистями я работала, они, ну, просто были неаккуратные. Ими было сложно работать. Они были, ну, как-то в тренде, не в том макияже, который я пропагандировала тогда. Вот эти легкие растушевки плоские, в основном были кисти. Я вообще не хотела их, но у меня уже была безнадега. И я еду, поднимаю глаза, и просто в магазин какой-то написано «Мир кистей». Я понимаю, что это действительно Валерий. Я им звоню и говорю, мне вот срочно нужны кисти. Пожалуйста, только не пишите, что это Валерий, потому что у вас, ну, извините, но плохая репутация. Я просто, мне стыдно будет эти кисти сделать, дать ученикам. И можно ли я отберу те кисти прямо на заводе, которые я захочу там 15 наборов купить? Они мне говорят, ну, да можно, конечно. Я такая, реально круто. Приехала к ним выбирать формы. Я говорю, и мне формы нужны? Они говорят, да мы сделаем какую угодно вам форму. Я приехала, я разработала там в районе 30 кистей. Как ты их разработала? Рисовала? Я им рисовала. Или, знаешь, вот бывает у них пушистая кисточка, я ее там плоскогубцами раз со мной говорю, мне вот такую надо. Или там, говорю, вот эту, ну и вот из этого борса. Первая вот такая была. Потом с конструктором мы, конечно, рисовали. Они мне говорят, а какая, какой древко цветом должен быть? Я говорю, реально, можно еще и цвет древка выбрать? То есть я вообще не понимала, что это бренд. Я не понимала, что это. Они говорят, а что будем писать? Я говорю, реально, можно еще и, ну а что писать? У меня только шик. Ну, то есть у меня вот шик и все. У меня даже мыслей не было про брендинг и про все остальное. Кстати, занимайтесь обязательно, если у вас есть свой бренд, товарным знаком и брендингом, потому что шик есть. И на мир сложно выйти. Там скандальчики. А шик в мире есть такой бренд? Да. 5 миллионов они хотят, чтобы дать мне этот знак. У них мыло шик русскими буквами. Но зная меня, они зарегистрировались на мир и не дают шик. Поэтому я другие бренды делаю. Мы на Россию зарегистрировали этот товарный знак. Он у нас есть. Но в мире шик я выйти вот так вот официально не могу. А если шик и точка? То есть можно в суде оскорить были, да? Да. И я создала там шик. И ты знаешь, я вот своим студентам их продала на базовой курсе. И потом они так все их хотели, потому что я была тогда на пике, как преподаватель, как визажист. И я еще одну партию сделала. И эту партию просто продала за два дня. И я помню, что я приехала в Москву с мастер-классом, с чемоданом кистей. И у меня выручка была. Мастер-класс у меня стоил 60, по-моему, тысяча или 80, я уже не помню. Ну, то есть мне платили. Организатор, да. А группа 100 человек, на секундочку. Кистей я продала на миллион. Прикинь, ты поняла, что ты не тем занимаешься. Я вообще поняла, что я не тем не занимаюсь. Но я очень долго еще, 4, наверное, года ездила с такими мастер-классами, потому что я рассказывала про бренд, я популяризировала, я обучала. И вот если в кейз заглянешь, визажисты, я даже вот в твоих обзорах, даже в самых треш-обзорах, да, я часто вижу цену. Они не дешевые, но они дорогие. У вас получился какой-то минусы. Я делаю цену минимальной, которую я могу сделать. То есть у меня есть и дорогие продукты, допустим, пудры, консилеры, румяна, хайлайтеры. Потому что это Италия, это себестоимость дорогая. А все, что я могу сделать дешевле, я не подстраиваю к той цене. Я делаю вот, ну, то есть то, что у нас недорогая, у нас там скульпторы, которые просто люди обожают, недорогие. Вот не наливные, а именно в тюбик. Я обожаю эту палетку просто. Просто она какая-то... Ее сейчас нет, я ее беру. Сен-Ларашка. Сен-Ларашка вторая. Это просто самые лучшие кремы, ой, сухие тени. Почему? Выглядят обычненько. Обычно. Просто даже мне Нинель напоминает, если честно. Но они настолько мягко тушуются, они так красиво лежат. Они так гармонично растушевываются, что мне очень, мне очень нравится. Дублирую подбровное пространство такой полутенью. И я поняла, что так можно и круто делать. Ну и хорошо зарабатывается. Да, но я была же еще бровным мастером. То есть помимо того, что я делала мастер-классы по макияжу, еще успешнее у меня шли мастер-классы по бровям. Я одна из первых, кто вообще это направление сделал. Знаешь, как раньше вообще бровями никто не занимался. Я не знала, что нужно класть клиента на брови. Знаешь, раньше все вот укладывали и там щипали. Я его сидя, как визажист, красила по форме. Это было такое ноу-хау в те времена, потому что просто красили, и вот эта кожа окрашенная, неровная. А я же не понимала, как надо. Я делала, как я считаю, что должно быть красиво. Я никогда на брови не ходила. Но когда ко мне приходили невесты, я подщипывала брови, и всем так нравилась форма. И в общем, я вот эту технику изобрела, когда я клиента укладывала, когда я прям ровно по форме рисовала. И я с этими мастер-классами просто объехала весь мир. Прям реально. Я иногда в Германию приезжала, мне говорили, сидит клиент, вы что, по форме рисовать. И в Москве я также. Продуктами для бровей у меня были первые после кистей. На самом деле, я очень много продавала. Анастасия Баверли-Хиллз, Бекку, Карго-бренд. Два дистрибьютора были в России, они были конкурентами, ругались между собой. А я тогда была, вот знаешь, я помаду вот так вот рекламирую. Ну, то есть, просто выйду с помадой, и все, этих помад у представителя нет. Вот настолько был уровень доверия высокий. Мне она говорит, которая Анастасия, дистрибьютор в России была, если ты будешь продавать Бекку, я у тебя заберу Анастасия. А у меня это, то есть, я на миллион закупала опыта, на миллион в месяц. И я так плакала. Мне так было обидно. Думаю, зачем ты так это делаешь? Я же тебе деньги приношу, вот что за бред? И я подумала, чтобы меня больше никто никогда не забирал, не шантажировал меня, то я буду просто делать свое. И я сделала первые карандаши для бровей. Ты знаешь, мне подруга помогла, мы до сих пор с ней дружим. Я говорю, я не знаю, как их делать. Она мне говорит, а давай на завод напишем. Найдем заводы, которые делают карандаши, и напишем. Я говорю, о, так просто. И в общем, я с ней написала на завод, нам сказали, да, ну, как бы, кто вы вообще такая, будут ли у вас объемы, обороты, и вообще, ну, какая-то странная история, российские визажи, есть ли у вас, правда, деньги. У меня особо денег не было. А что это завод? В какой стране? Германии. Я придумала такую историю, я говорила, я королева бровей. Ну, меня правда так называли. Я показывала свои мастер-классы, я говорила, что все ждут вот от меня продукт. То есть они еще и думают, сотрудничать или нет, играют? Да, потому что объем, ну, потому что объем. Не большой объем. Ну, да, они вдруг, ну, зачем им заморачиваться, если я не могу им обеспечить там, ну, не смогу там через какое-то время, да, объем обеспечить. А я выбирала фиролу, это такая металлическая часть у карандаша с ершиком. Я выбрала такой ершик там, им это показало, что я хочу люкс. И меня вот на эту линейку люксы и поставили, до сих пор я там вот на этой линейке люксы стою. Это очень круто, потому что, когда ты только начинаешь на заводе быть, сразу сканируют, какой сегмент у тебя. О, господи, а ты не сама там выбираешь? Нет. Как в Эрмессе, типа, еще надо заслужить, чтобы тебе сумку трогали. Ну, на самом деле, может быть, сейчас по-другому все, но тогда это было 100% так. У меня ассоциировали вот с нормальным качеством, потому что плюс-минус цена не сильно разнится, но ты можешь потом не попасть в хорошее качество. То есть у тебя могут быть карандаши с переменным успехом, то сухие, то не сухие. В общем, такая вот история. Я им говорю спасибо вам огромное, что вы в меня поверили и вообще взяли меня. У тебя получатся разные продукты на разных заводах. Да, 20-32 завода сейчас. Я на всех была. То есть я не начинаю завод, ну, не начинаю делать, если на заводе не побывала, если не посмотрела, как там чисто. Я всегда надеваю и бахилы, и надеваю еще белые сверху чистые. Я после того, как я пройду по всему заводу, мне нужно посмотреть, остались ли белые и большие. Я сейчас строю свой завод. Господи, ты элегант. Ну да, это я просто такая скромненькая маечка. Ну, я не олигарх, конечно, потому что... Ну, уже поздно. Я реально, ну, как бы все инвестиции опять вкладываю в бизнес. Девчонке одной делать бизнес очень сложно. У меня нет партнера в бизнесе. Я одна и... У меня как это строить? Это же проект разрабатывать. Да, разрабатываю оборудование. Да, да. Сейчас пока на этапе покупки земли, я прям не говорю, что я уже строю завод, но у нас уже проект есть, у нас уже есть понимание. У меня есть эксперты нанятые, которые уже все это делают. Это для оптимизации расходов? Для чего ты делаешь? Ты знаешь, я знаю сейчас, как делать продукт. Я знаю, как сложно в России заказать что-то. И я знаю, как много коллег моих, которые очень хотят делать продукт. Но сами на своих производствах это, ну, невозможно. Но я добилась уже такого в рамках своих возможностей, в том числе финансовых, что я могу построить завод. Я знаю запросы визажистов, и я для них смогу сделать контрактное производство. Что за история с каким-то брендом, который регулярно я в сторис встречаю? И у тебя прям куча эмоций на эту тему. Ну, у меня была история, я, кстати, ее выставляла. Я чуть не покончила жизнь самоубийством, когда... Серьезно? Да. Подружка знакомая мне решила помочь с брендом, но так она мне его и не сделала. Вернула мне деньги за него, но все мои разработки куда-то ушли. И я так... Ты решила? Да, я когда об этом узнала, это первые мои базовые были разработки. Первая ровная история была. То есть еще у тебя не было продуктов? У меня только кисти были. И я не знала, на какие заводы обращаться, поэтому я и хочу делать контрактное, чтобы ребята знали, куда обращаться. Там не поплатились. А она как посредник участвовала. Я не заключала договор, потому что у нас такие отношения были, ну, приятельские. И она мне в сентябре позвонила, сказала, что она не отдаст все, что уже готово, но отдала мне деньги. А почему она сама от себя их продавала или куда она лезла? Не знаю. Я поняла. У нее свой бренд пропустила? У нее был бренд, и она поэтому помогала. Ну, как бы мне помогала. И я ушла под воду и не хотела всплывать. У меня было такое состояние, потому что это дело было в моей жизни. То есть я вот в эти продукты вложила вообще все, что я понимаю о бровях. Все просто. И постучалась моя дочь, она тогда была совсем крошечной. И я просто понимаю, что ей будет страшно, если она маму видит такую. Мертвых? Да. Ну, как бы, мерко говоря. И меня триггерило это очень долго, я вообще не могла об этом рассказывать. Кошмар. Ну, мне кажется, дети должны больше останавливать. Нет таких вещей. И вот я как-то... Да, хрен с этим брендом. Тебя же никто не заменит. Вот я сейчас это четко понимаю, спасибо Вселенной, что она вот пустила у меня ребенка в ванну мою. Блин. Но это было ужасно, это так было больно. Ален, я даже, я вот, наверное, я не знаю даже сколько лет прошло, года четыре, наверное. Я только сегодня могу об этом говорить. То есть я простила, отпустила. Видишь, ты в итоге выросла, и так, как будто этой ситуации не было. Да. И может, даже где-то обскакало кого-то. А что еще дальше будет, вообще неизвестно. То есть это вообще никакая ситуация в жизни не стоит, чтобы с ней прощаться. Да. Я вот это хотела бы сказать. Никаких препятствий нет. Главное, заключаются договоры. Не всем, ну правда, не всем доверяйте. Но сейчас я так благодарна ей. Я ее простила через благодарность, потому что это были китайские заводы, а я сейчас делаю на европейских. И я просто сделала очень крутой бренд. То есть я потом пыталась каждый раз доказать, что я гораздо круче сделала продукты, чем были те. И это действительно так произошло. Я просто всегда удивляюсь, думаю, что о чем думают там люди, у которых дети, и они прощаются с жизнью. Ну типа твои же дети никому не будут нужны. Получается, у тебя такой сильный стресс был, что тебя ничего не могло остановить. У меня вообще затуманено было в голове. Капец. Просто затуманено. Это дело моей жизни было. А не было у тебя ощущения, что сейчас вот пускай ей потом она с этим живет, чтобы ей отомстить? Я вообще не думала, чтобы ей отомстить. Ну а сколько времени она все это потратила? Девять месяцев. Блин, это меньше года ушло. Ну в принципе так. Я так это ждала. Я поняла. Ну да, это эмоциональное решение очень сложно обсуждать. Но в общем хочется, если вдруг у вас какой-то стресс адский. Помните, что жизнь пока продолжается, у вас еще миллион шансов. Когда у вас жизнь заканчивается, шансов ноль. То есть все-таки когда она идет, это всякое больше вариантов. Все вернуть и даже стать круче, чем если бы вы были в той траектории жизни, если бы все получилось сейчас. И кажется, это было бы оптимально. Нифига подобного. Может быть как раз вот в соседнем сценарии, который сейчас вам кажется трагичным, все будет сильно круче. Но вы об этом узнаете только позже. Мне стало сильно круче, потому что я реально сильный бренд сделала. Да. Умничка, молодец. Черный каял. Я блондинка, вообще редко крашу черный каял, но мы повторяем макияж. Так это теперь у них такие карандаши благодаря тебе, а не пробежать или нет? Все. У меня руки дрожали, не могу сейчас накрасть. Все, если будут косяки, я не виновата. Это она меня вывела на эмоции. Ты знаешь, что благодаря тебе у меня сейчас в салонах дарится тушь при макияже. Очень много лет уже, как только я сделала свою тушь, сразу же мы решили, что никаких щеточек, вот эта всякая фигня меня бесит. И мы просто клиент при клиенте открываем тушь. Твои визажисты на твоей косметике работают? Ну, не только на шик, они на всей косметике работают, но мои визажисты работают на кейсе салона. Я же раньше была таким мощным инфлюенсером, и у меня на самом деле очень много подарков было всегда, от всех брендов, рассылок. Были у тебя какие-то конфликтные истории, когда бренд что-то присылает и рассчитывает на положительный отзыв, на стопроцентный отзыв? А я тогда не высказывалась, мне однажды сказали, тогда высылайте назад, я говорю, я не могу про вас сказать хорошо, потому что вы мне не понравились. Тогда вызывайте, ну, тогда отправляйте назад. Я отправила? Я там что-нибудь обозначил. Потом в качестве сомнения, потом спрошу сомнения человека, мягко подводя. То есть так, когда ты такая потихонечку душишь, как удавчик, не сразу. Вот, так гораздо проще, чем, типа, если ты не кобра в душе и не кидаешься на людей. Это, наверное, в твоих обзорах и очень удивляет. То есть ты такая, ну, что тебе в ответ скажешь? Ты же душка там. Однажды я приехала на мастер-класс в какой-то вот Ростов, Краснодар. У меня была серия мастер-классов, и у меня был организатор новый. И я приезжаю туда, была жара дикая, просто невозможная. Она собрала 40 человек, но у меня реально можно было за один день продать билеты. Это очень тогда все это было. Не больно делала? Нет. Я просто немножко волнуюсь, Алёна. Ну, страшно. Ну, из-за того, о том, о чем мы говорили. Из-за темы этой? Да. И она, представляешь, продав билеты, сняла вот такую фотостудию, вот такую же, в которой дико жарко, а было 43 градуса жарно на улице. Их 40 человек. Организатор. Организатор. Их 40 человек, девчонок. И она говорит, нет, мы не будем, ну, тебе бюджета не хватает, и мне не оплачивать. Знаешь, вот когда ты приезжаешь, тебе, в принципе, раньше же не было такой истории, там, про предоплаты. Раньше как-то все людям, ну, доверяли. И вот я ездила, бывает, знаешь, меня даже, я забуду взять предоплату, уже потом мне ее там высылают или еще что-то. И я ей говорю, я завтра не выйду, пока вы мне не оплатите. Просто как будто почунула. И потом оказалось, что это визажиста, ой, это организатор под разными именами организовывала визажистов и просто не платила им. То есть продавала билеты? Продавала билеты, но визажистам потом не отдавала деньги. Я говорю, я не выйду. И она мне, представляешь, она платила. И когда потом мои коллеги стали об этом говорить, я говорю, блин, а почему вы молчали, что она вам не платила? Ну, какой-то ловко, не помню, знаешь. Я, как бы, она сказала, вот такая вот история, вот мы в таком диком состоянии. С таким организатором. С таким организатором. И мне, как начали все писать, что она уже не первых кидает, что уже вот такая вот история была, что вот люди просто провели мастер-класс и уехали. Я говорю, а почему вы молчали? Ну, как-то вот думали, что только с нами такая история, что только нас кинули, не хотели ее пиарить. И все, и мы как бы потом объединились с визажистами, и даже ребята кто-то на нее в суд там подали, и вроде как даже вытребовали с нее какие-то деньги. А, в Литве у меня, я в Литву ездила с мастер-классом, повезла свои кисти, вообще дура, наивная, просто глупая женщина. Не затаможила, ну, на продажу повезла кисти, в чужую страну, в Европу, не затаможила. В чемодане. В чемодане, у меня просто на миллион кистей изъяли. А очень много в салонах входит таких, знаешь, террористов, клиентов. Это как? Особенно в Новосибирске вот их много. Потребительские экстремисты, которые вот эти. Причем они юристы, чаще всего сами. Правда? А, то есть им кайфово на эмоции выводить? Нет, они деньги зарабатывают. А, потом сунят? Да, это просто по зарабатыванию денег. Расскажи. Ну, какая-нибудь инъекция или окрашивание, или еще что-то. Ну, слава богу, я публичная, и у нас не было, один раз только было, но я сразу выставила, что вот этот человек, и она испугалась, и больше ее не было. Ну, расскажи, а как они это делают? Ну, может, не так, чтобы все воспользовались сразу? Слушай, ну вот, ну не нравится. Ну вот вы мне сожгли волосы. Да, и подойдет суть. Да. Причем волос там был сожженный заранее. Ну, не заранее, а ну просто неухоженный. Косметологи рассказывали, просто я с ребятами разговариваю. Нити ей ставят, а она там дергает вот так. Ну, даже себе вредят, понимаешь? Ну, я опять же говорю, что слава богу, что я медийная, и у нас как бы, ну, у меня много подписчиков, которые могут меня защитить. Знаешь, я у Собчак была на мастер-классе, и она сказала, ваша защита, это я бренд ваш. Это, ну, более или менее вас может защитить, и это правда. Вот у нас сейчас обокрали в Италии. Как у вас? Ну, просто вы вынесли деньги. Четыре с половиной тысячи украли. Нет, откуда вынесли? Мы не положили в сейфы, в гостинице, в гостинице, в Италии, во Флоренции. Остановились в отеле, в котором всегда останавливались, там дужья всегда все были. Пять звезд? Да, пять звезд. И мы пошли в 9 утра на обед, ой, на завтрак. Это кто-то из сотрудников, получается? Да, и мы пришли, она у нас там была, и мы говорим, доставайте все из этого. Они говорят, вы не имеете права. Полиция не хотела участвовать, пока я не стала в Инстаграме своем это повещать. Отметила отель. Она была, это в горышице? Да. Но, как бы, мы пока ничего не доказали. Но, по крайней мере, полиция откликнулась, там, звередела. Ребят, всегда точите карандаши перед гостем. Даже если после гостя точите, все равно, вот, знаете, один прокрут делать, ей спокойнее. Ну, не Алене спокойнее, а клиенту вашему. В общем, ты, получается, после истории с кранжей отметила отель, и они зашевелились. Да, они зашевелились, да. Понятно, хотя там, по идее, камеры в коридоре можно было отследить? Ну, конечно, но она пришла убираться. Они говорили, она убиралась. Она действительно убиралась там. Ну, кто в 9 утра, пока ты убежал, на завтрак убирается? Ну, у меня ни разу такого не было, честно. У меня тоже, вообще, но сейчас же русские едут с наличкой, и очень часто история. Да? То есть нам полиция сказала, ой, сейчас это в каждом. Это разработка. Мне это совершенно не такое напомнило. Возможно. Нет, на самом деле, это просто упаковка завода, это не мое. Такого не будет. Вот в жизни ярче, чем вот у тебя вот здесь вот на вход. Блин. И собачить пигментом Бэт Макрад. Так, а что тебя, расскажи, мотивирует, ну, вот, продолжать расширяться как-то? Вот, допустим, уже там хватает тебе на мальдивки, квартиру, туда-сюда. Все материальные вопросы закрыты, но ты продолжаешь. Почему-то эти что придут? Мне так нравится сделать бренд. Я просто так прорисую. Это такое творчество нереальное. Это просто такое вдохновение. Ты вот даже не представляешь, приходит какая-то мазюлька с завода, в каком страшном тюбике, а потом это рождается. Представляешь, вот пришел продукт, я его начинаю тестировать, и два года может пройти. Ага. Ты его ждешь, ты вот этим вдохновляешься. Как ребеночек. Просто мне это доставляет, ну, такой невероятный кайф. Я могу насладиться этим. То есть ты еще потом оттенок калибруешь, да? Безусловно, да. Как-то сюда холоднее, теплее, темнее. Да. У нас, потому что, ну, такой бренд, он прям мощно по оттенкам. Вот расскажи про гигиену. Все время у нас споры, гигиенично ли одну щёточку красить. Вы не проводили исследования в лабораториях? Я знаю, что у тебя сидят девчонки, которые считают не так, как я, но я точно знаю, что там в туши столько консервантов, и это доказывают терматологи, что вообще не страшно в рамках срока годности красить вообще всех подряд одной тушью. А помады? Там тоже консервантов достаточно, но я не думаю, что надо прям помадой, знаешь, красить вот. Мы туда столько добавляем, к сожалению, консервантов, чтобы косметика была живая долгое время и не тухла, что они убивают в первую секунду вообще все, что в них попадает. Но с этим могут спорить. Ты сама набираешь шпателем, да, все это в первую очередь, чтобы клиент не переживал. Чтобы клиент это видел, да, чтобы клиент не переживал. А сталкивалась ты там с каком-нибудь зависти? Ты сама, если начинала с нуля, то у тебя было окружение такое, а потом ты, ба-бах, превратилась в олигаршу. Слушай, ну, у меня даже по-хорошему даже, ну, мама не ожидаючи сказала, что мне просто повезло. Я обожаю свою маму и, ну, точно не считаю, что она мне хотела чего-то плохого, но вот просто повезло. Это прям про наши, ну, все наши друзья так и говорили. Оценивание твоих усилий, да? А друзья? Нету друзей у тебя? Видишь, я как бы очень всегда много работала, представляешь, я... Четыре утра у меня был первый клиент, потому что очень хотел ко мне попасть. И была невеста, которая с четырех утра, и это очень часто было. А последний клиент был в один раз. Откуда здесь друзья останутся? А когда я стала делать бизнес, мне просто тоже стало некогда. Я даже постоянно, даже в процессе вот нашими салфетками, очищающими для кистей, но они антисептические и вот с этим эффектом, я даже все вокруг вот ими чищу. И протираю очень много, то есть и даже руки ими. Вот если у вашего визажиста есть такие салфетки, такие или, ну, как бы, не обязательно про бренд, да, которые, видишь, топ-выбор визажистов. Какая-то отметка у нас есть, получили какой-то этот. То это очень круто. Кисти нужно чистить даже в процессе и, ну, точно... Они не намокают, да, салфетки? Нет, нет. У меня тоже есть, были свои ресницы. Их так невыгодно делать, вот видите, шлик. Они, короче, на Алиэкспрессе дешевле ресницы, чем я вообще их в закупе имею. Поэтому, да, они классные, но в чат покупайте на Алиэкспрессе. Ресницы нужно клеить, ставить их на свою ресничку и вот так вот прокатывать до конца. Лучше в смоке в таких клеить солнышком, на яблочко самые длинные и чуть-чуть вот так вот выкладывать в стрелочку. На самую последнюю ресничку, там, даже на три последних реснички накладные не клеим, чтобы не утяжелить глаз. Ты знаешь, я, во-первых, мало с кем дружу, потому что я реально много работаю. Вот когда я говорю много работаю, это не пустые слова. То есть я просто, я прихожу на работу как обычный сотрудник. Что-то я выскакиваю и выскакиваю сюда. Как обычный сотрудник в определенное время, я обычно прихожу в 10 утра, я обхожу весь офис, со всеми здороваюсь. Это такой ритуал. Как ты вечер наступил. Ой, у нас такая история, я тебе расскажу, я вообще пацанов терпеть не могу. Простите, мальчишки, потому что у меня был однажды ученик, мальчишка, красавчик, просто. И я вообще не могла, эта группа была провальная, потому что все девчонки только о нем и говорили там, о нем там. Вот понимаешь, я преподаю, а они там все... Кто здесь звезда, я не поняла. Кто здесь звезда, я не поняла. Он такой ленивенький был, знаешь. Он был гетеросексуал. Да. Но тогда допись пропала. Да. И я сказала, блин, вот ребят, я больше никогда не преподаю мальчишкам, ну просто такой у меня был психик. Ты не берешь его в обучение? Не брала в обучение. Не брала в обучение мальчишек. Понимаешь, как-то? Потому что они развали весь процесс? Да, я хотела серьезно обучать, я не хотела вот эти хихоньки ха. Это же сексизм. Сексизм ужасный. Вот меня можно захейтить за это. Если даже будете меня за это ругать. Я согласна. Потом ко мне пришел мальчишка на собеседование. Он просто снес все социальные сети, телефоны. Он так хотел к нам попасть, а мы не брали. Мы просто отказывали ему и все. И он тогда просто сказал, я буду стоять на двери. И вот все, мне он нравится. И все-таки я решила, что ну наверное надо хотя бы пособеседовать. Он пришел на собеседование. Мы сели собеседоваться. А у меня температура 38,9 поднялась с ним. Прям с ним поднялась? Да, вот я его собеседую, а мне прям вот плохо. У меня голова кружится. Я вам говорила, что мальчишек не берем. И нечего вообще начинать. Но он такой крутой оказался. У него такой, ну просто я понимала, что он сильно усилит меня. Я провожу второе собеседование. У меня опять просто супер температура. Я не могу и я понимаю, что у него какие-то то ли феромоны, чтобы понравиться, то ли еще что-то. Ну нет, духи, духи. Я понимаю, что он видать какие-то феромоны, но я уже, знаешь, в это готова была поверить. Потом мы его все-таки взяли. Мне команда сказала Наталья, ну типа не переживайте, мы его там отселим, он будет далеко от вас работать, мы его не будем к вам пускать, но он нам очень нужен. Мальчишка, ну просто супер. А что он делал? Супер классный. Какая профессия, специализация? Он продажник. То есть он обводил продаж по ключевым клиентам. Мне как раз нужен был, чтобы с золотым яблоком классно работал. У него был огромный. Класс. Ну я прям его глаз. То есть вы когда лично встречались, тебе было плохо физически? Да, физически мне плохо. Я просто не могла понять. И потом, когда мы уже, он начал такие результаты крутые показывать. Просто он там сделал столько много. Он действительно молодой, такой очень активный, очень-очень полюбил бренд. Посчитал, что только в нем он будет развиваться. Он в Натур-Сибирике работал, то есть он в крупных брендах работал. Потом ему говорю, слушай, Алексей, скажи, пожалуйста, почему у меня, вот сейчас у меня нет температуры, а когда ты приходил, у меня была температура. И он просто признался, что у него были духи, какие-то эрос назвали. Вот эти духи, он последний выпшикал на одно, в собеседовании, и на другое. То есть он как бы... Это его любимые духи, он не знал, что на них аллергия. Представляешь? А я его чуть из-за этих духов, ну как бы... Подожди, у него аллергия, а твоя температура... Подожди, у меня аллергия на его духи. Ну это не феромоны были. Не феромоны, это просто обычные духи, на которые у меня аллергия. У тебя реально аллергия была? Ну да, у меня температура... Может не на духе, а на него? Нет, ну сейчас он уже полтора года работает, все вообще идеально, я каждый день с ним вижу. И после этого я решила, что классно он работает, что можно в принципе... Что-то не даст? Нет, смотрю красиво, покажи поближе, а то ничего не видно. Что в принципе мальчишки нормально работают, что можно и брать. У меня сейчас достаточно много пацанов? Пять. Да, достаточно много и 180. У меня сейчас директора пацаны, ну мужчины. Знаешь, так круто, когда тебе начинают верить, потому что не всегда женскому бизнесу доверяют. У меня пришел сейчас бывший директор, я его взяла консультантом финансовым, ну чтобы он мои дела посмотрел, чтобы правильно я там все делаю или неправильно, потому что я вообще, у меня официальное трудоустройство у всех, все официальные зарплаты, я такой человек. Пакет, да? Пакет, у нас есть ДМС, у нас есть йога в нашем офисе, йога приходит, у нас есть бассейн, то есть я прям, ну как бы считаю... Корпоративная вот это вот все. Я прям считаю, что это очень важно, и всякие белые зарплаты, это одно из самых, ну как бы, важных, что есть сейчас. Лучше спать спокойно, поэтому я его вызвала, чтобы он мне, ну, посмотрел, все ли я правильно делаю. А он был директором завода большого в Новосибирске. Они трубы какие-то делали для газопровода или еще что-то. Короче, огромный завод. Он там нормально работал, но я его так вдохновила, а я такими вот, ну как бы... И он так впечатлился, что какая-то маленькая компания так выросла, и что здесь есть перспективы, и здесь такое уважительное отношение к сотрудникам. Он ушел оттуда, и теперь директор по развитию строит завод, прикинь меня. Просто, когда мужчина начинает верить, кто ты визажистка, ну вот раньше мне мужики говорили, да, там, когда знакомишься, то, конечно, это вот, ну, нереально круто. Мне не нужно мужское одобрение. Я просто про то, что даже мужчины, которые кормят свои семьи, выбирают меня и для меня, ну, компанию, и для меня это большая ценность. На самом деле, вот я же много снимаю на видео, и это капец. Ты видишь только вот эту часть, вот ту вообще не видишь. А камера видит только вот эту часть. И, конечно, там может скрываться такое... Кривенько-косенько. Кривенько-косенько. А расскажи, сталкиваешься с эйджизмом-то? Точно нет. Видишь, я немножко моложе выгляжу, чем, ну, мой возраст. Я над этим всегда, как бы, подсмеиваюсь сама. Я уже не могу, типа, красить стоять восемь. Мне говорят, почему ты теперь не в профессии? Я говорю, ну, я уже не могу стоять там красить. Свои-то гада старушечка. Я нормально воспринимаю свой возраст. Нет, у меня, конечно, вот последний комментарий, который меня прям... Чё? Знаешь, вот такой вот был. Мне написали, раньше престарелая светская львица у других визажистов была, ну, про откровенный макияж, которая пытается молодиться. А сейчас, типа, ты получилась, ну, достаточно омоложе. Нет у тебя страха перед смертью? Сильно прям такого пока страха нет. Мне кажется, я вот, ну, ещё не в том возрасте, который прям уже надо опасаться, давить, да, и бояться. Мне кажется, каждый, ну, чуть-чуть переживает про свой возраст. Ну, вот посмотри, Джей Ло, какая она красивая там. Ну, ей 53, по-моему. Да, ну, или 55. То есть ей много лет. В нашем понимании. Но сегодня такая жизнь, что, мне кажется, это только начало для многих. Ну, то есть не так, у меня очень многие, я же начала в 30 лет быть визажистом. Это очень, для того времени, когда я начинала, это практически запредельный возраст. Ну, то есть такая, как бы, лёгкая профессия. Уже как бы надо определиться, на самом деле, чем ты хочешь заниматься. Ты визажист тогда, да? Тебе уже, как бы, пора, там, не знаю, может быть, бизнес какой-то сделать, или какой-то серьёзный ниши скрепиться, а ты там что-то красишь. То есть раньше вообще не воспринималась профессия визажист серьезной, тем более, когда ей занимались взрослые, там, успешные люди, понимаешь? То есть успешных людей особенно, там, сильно-то и не было. Ну и сегодня можно начать очень во взрослом возрасте. Хотя этот возраст уже сегодня не считается взрослым. Я не хочу вот эти грани переходить, я боюсь кого-то обидеть. Но 30 лет, мне кажется, только начало жизни. Когда ты вроде как отдохнул, вроде как отучился, вроде как ты уже начал чуть-чуть понимать. Ты уже как-то, и вот, мне кажется, в 30 лет вообще, ну, можно думать о чём-то. Хотя молодые ребята очень молодцы, очень смелые. Ну, 30 лет, 40 лет, это вообще не предел. Это, блин, вот вообще. В общем, у тебя ещё пройдёзные планы. И, типа, то, что там приближается 50, потом 60, тебя не пугает. Вот ты до скольки хочешь жить? Я пока буду мобильна и смогу себя, ну... Ну, вот это примерно, представляешь, сколько это лет? Ну, лет 75. Лет 75. Смотри, 75, а сейчас, допустим, тебе 30, да? 36. 36. 75 и 36, это как раз 36, это половина жизни. Ты прожила только половину. Ну, это не факт, конечно. Ну, ты же не знаешь, как оно по факту случится. Ну, в любом случае, это ресурсы организма. Ты прожила всего лишь половину этой жизни. У тебя ещё такая же половина есть. Ты же только с 20 действовать. Ну, типа, просто ты лучше. Ты прожила всего 15 лет осознанной жизни, в которой ты что-то решаешь. Ага. Всего 15 лет. Я прям, например, психолога. А тебе как... Ну, то есть, ты ещё даже не прожила... Ну, 36 плюс 15, это 40, это 50. В 50 лет Джей Ло, блин, она замуж вышла. У неё такое тело. Тело и нафлика. Да, понимаете? Ты не думаешь точно, что ты в 50 лет там ручки опустишь и больше ничем заниматься. Ну, да. Ну, нет, конечно. И ты даже не прожила ещё половину своей жизни осознанной, трудоспособной, в которой рамках ты можешь творить. Поэтому о чём вообще можно переживать? Но мне хотелось твоё отношение. Знаешь, как ты к этим рубежам относишься? Я считаю, что я буду очень долго активной. Вот пока мои рученьки ходят, ноженьки ходят, рученьки, и пока там, ну, а я забочусь о своём психологическом здоровье в том числе и здоровье мозга, я как бы буду очень долго здоровой и активной. Поэтому, ну, надо, конечно, иметь пассивный доход, чтобы достойно жить. Нужно откладывать какие-то деньги, возможности, но при этом нужно, конечно, не переживать, что тебе так много. Потому что, на самом деле, мы прожили осознанной жизнью очень мало ещё. Мне многие пишут, Наталья, а можно ли начинать карьеру, там, в 30-40 лет? Кто вам вообще запрещает? Кто сказал, что нельзя? Вы же дети! Ну, вот кто? Да, вы ещё молодые девчонки, которым всё вообще отличу. Ну, ты неплохо выглядишь. Я не знаю, как вот здесь будет на камере. Мне нравится, да. Чуть-чуть что-то появилось такое голливудское, вечернее. Как вам макияж? Цените, пожалуйста, нас. Как вам наши разговоры? Ставьте лайки, Алё. Отписывайтесь на её канал. Да, я ссылку на канал, Аташа, ставлю в описании. За самый крутой комментарий мы его закрепим в шапку. Ты выберешь потом. Я потом выберу победителя и подарим бокс косметики на 50 тысяч рублей. Круто? Да, а как ты будешь определять самый крутой? Ну вот... На что душенька посмотришь? Вот знаешь, бывает, ёкнет. Вот ёкнет. Просто, чтобы не воспринималось это на самый подлизывающий комментарий. Нет, пожалуйста. То есть это не обязательно. Не обязательно. Вы можете вопрос какой-то крутой задать. Вы можете... По факту что-то отметить. Да. Вот, чтобы это было такое, что зацепить сердечко Наташи. На самом деле подлизывание не очень люблю. Да. Ну, как бы в моей жизни... У меня даже сотрудники не очень... Понимают, что это не работает. Не очень подлизывание. Что это не работает, да. Сегодня очень сложно блогерам развиваться. И поэтому, знаете, у Алены, конечно, всё и так хорошо. Но тем не менее. Спасибо большое. В общем, и за подарочек предстоящий. Так что всё. Ждём вас в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok